Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Смотри, учись, с вами Миша и Егор, и сегодня мы будем смотреть за новым 733 Зевсом от профессионального игрока, это играет Карл, обожаем этого игрока, очень круто всегда играет, всегда у него огромный ранг, на данный момент 30-й, и тестит новую мету, физушный Зевс, не знаю, что вообще в главе его разработчиков, почему они давненько пытаются сделать так, чтобы Зевса собирали просто какого-то физушника, рейткликера непонятного, вот, и соответственно сейчас это прям сделает, очень-очень хорошо, получается сейчас новый шар добавили на Зевса, увеличивать дальность атака героя, и также, когда ты тычкуешь, прокает молния с первого скила, вот, и соответственно сейчас многие побежали покупать различные, там, бьоунеры, моншарды на Зевса, просто рейткликать, выглядит это, конечно, очень забавно, и вот нашли прикольную игру от Карла, как раз, и вот он будет полноценно эту мету тестить в этой каточке, как видите, в кикбай у него там уже ПТ-шка, Dragonlance, то есть это будет полностью физический Зевс, еще купит моншарт в этой игре, причем игра будет тяжелая, вдобавок, вот, каточка прям прикольная, нас ожидает, соответственно, учимся играть на 7.33 Зевсе, с очень необычным билдом, с очень необычной раскачкой, кстати, вот тоже по поводу раскачки, я еще очень-очень хотел найти такого физушного Зевса, который будет качать плюсики, потому что вот второй скилл, конкретно в этом билде, особо смысла не имеет, максимум единичку его взять можно, чтобы там, ну не знаю, там какие-нибудь телепортики позбивать, вардики понаходить, там, не знаю, инвиз развеять, ну вот, что-то в таком бюхе, вот, и здесь как раз вот он вместо второго скилла будет качать плюсы, что прям звучит очень прикольно под такой физушный билд, ну и посмотрим это в реализации, поговорим про Зевса нового, а после небольшой рекламной паузы. У CS GO RUN есть для вас отличная сделка, получи 30 долларов за регистрацию без депозита по нашему промокоду, тут же можно играть в различные режимы, по типу Double PvP или же Crash, берете скин, выбираете нужный коэффициент и ждете, пока микрочелик добежит марафон, если он добежит до вашего коэффициента, поздравляю, вы победили, вывести можно не только скинами из игр, но и реальной валютой. Переходите по нашей ссылке в закрепленном комментарии, используйте наш промокод и получайте клевый бонус, удачи! Всем привет, очень крутой старт по крипстату, 3 дыная против нуля у Даска, пошел сразу же контролить руну, оранжевый кайд тоже не отдал, благополучно залазхитил, Леха очень серьезный у Зевса, мало героев есть, которые могут против него хорошо стартовать на первых пачках, даже не быть у него первого скилла, он все равно очень круто бы восхитил ДНЛ, а когда можешь страховать себе первым, итог вот 14-4 против 13-0, хотя Таск потел за каждого криппа, единственное сноуббол там был очень забавный, когда он катился в ранжевика и убежал от него. Нихкигбая ПТ-шка, а когда давным-давно на Зевса покупали ПТ, ну тогда проигроки просто помешались на ПТ-шках, покупали на всех кроме тинкера этот айтем, и такой Зевс на линии становится еще сильнее, 200 хп в нужный момент, вот эту вот плюху огромную тоже можно реализовывать, залазхитил для ДНФ, 120 маны, 05 маны регена, и сейчас будем видеть ПТ-шку гораздо чаще, Шард позволяет применять первый скилл от автоатак, но этот первый скилл в половине силы работает, и также работает на иллюзиях, но в 20% от силы. Опа, тут, кстати, Рубик пришел гангать, но против Зевса нынче сложно загангать, что третий скилл он очень сильно решает. Старый бы Зевс 100% бы погиб, но здесь он просто отпрыгнул, нажал стики, и благополучно выезжал. И, кстати, очень круто, Телепорт делает набор от Руми, зарефилил боттл, потому что сейчас мид бы стал очень тяжелый для Зевса, потому что там Рубику Ботти руну воды законтролил, в топе законтролил, ну, Тусик, соответственно. То есть он бы сейчас пустым ботлом вообще бы тут очень плохо себя чувствовал. А так прилетел, Баратрумчик помог, и все, и теперь кайфует. Венга еще тоже в таверне прямо сейчас находится. Может, и она прилетит? Да, реально прилетает. Вообще офигенно. Ну и прекрасно себя чувствует. Все-таки Карл, это да, это очень стабильный мидер. Мид пока что выигрывает. Бесшансово. Первый скил еще сейчас процентный дэмэдж наносит от текущего здоровья. На последнем уровне прокачки 6% урона текущего здоровья. Вот так вот теперь это работает. Блин, вот реально непонятно, почему они так решили сделать. Старый шард был офигенный на Зевса, его постоянно покупали, прямо на 15-й минуте. Просто какому-то разработчику захотелось из кастомки 1x6 перенести. Билд на Зевса физушный, чтобы в доте был. Я скилл здесь 1x6 не читал, кстати. Ну вот там, похоже, по-моему, тема. Тоже так же, он редкликает. Это, кстати, читал скиллы премастера новые или нет? Нет, я же не играю на брумастер. Как-то не особо интересует. Опять все изменения читал внимательно. Повезем на брумастера стену текста. Да, я так же проскипал. Но потом... Если кто-то вдруг пикнет однажды брумастера, то да, то можно будет по-время садикников. Брумастера сейчас начали пикать, по моим наблюдениям. Я вообще не встречал брумастеров несколько лет. Кстати, прыжок в кулдауне. Здесь 8 стиков. Еще расходят венгра. Вот ты... Ты на ЦМке. Идеально прибегаешь к гангать Зевса. У которого в кулдауне прыжок. Он просто переключает свою ПТ-шку на силу. И оказывается, что ты похоронил своего собственного митера. Этим гангом на ЦМке. ПТ-шка зарешал. Может капельку конь купить, а не того, блин. Много там magic damage вот такого. От тусика того же. Еще, кстати, вот... Часто он камеру переводит на фонтан. И постоянно вот в этот бак... Курсором направляется. Вот капец как сильно раздражает. Вот конкретно за радион. Две такие точки. Вот это камера направляешь. И у тебя просто на пол экрана текстуры камня. Надеюсь, секунд назад мы от нее, а камень показывал. Ай, тут ничего не произошло. Вроде как. Все равно интересно, что брат Рум задумывал. Бенгаре одышка, но все равно не прокатит. Ульта еще когда сложно что-то сделать действительно. Уже замахивал и станом на винге. Но не получилось. О, третий скилл. Нажал прямо во время панча. Как бы не умереть здесь. Но опять же есть ПТ на силу, стики. Еще и барыч подходит. Они его бить даже могут. Хотя, не, никак. Не хватит дэмэджа. Если бы больше вылезал, то гарантированный килл. Блин, ему кларетку сбили. Вот эта мерзость произошла. Но есть шанс, что венга сейчас вырвавшая руну Мудрости на Фиддит. Добытал за рефилит, нет? Все-таки на базу сам, пешочком. 25 секунд и активные руны. Ну, а про эти, про текстуры... Ты не договорил? Да. Вроде все сказал. То есть на фонтане вот эта текстурка, и слева вот этот проходик за Рейденс. Я уже несколько раз с этим сталкивался. Очень сильно раздражает. А за дар таких приколов нету вроде. Конкретно за Рейденс ломается. Этот проход как раз за дар руинит гораздо чаще. За дар поднимаешься на горку, очень хочется обойти. На блинкерах особенно. Невких боев вставы драгонайс. Вставы драгонайс мне лично не особо понятен. Ему до появления шарды Дейл вообще не нужен. Сможешь без форстафы начать? Ты что думаешь? Как Рейд крикает, ты зика. Хотя, возможно, форстафы получше. Даже не знаю. Но он не факт, что планирует прям очень раннюю пику покупать. Потому что он после Дейл что-то другое себе возьмет. В таком случае не очень будет с форстафы все-таки начинать. Но форстаф сам по себе невероятно хорош. У нас статы дает поприятнее. И активка явно полезнее, чем раньше атаки от драгонайса. Вспоминаю, как сопротивляющие Рики, если у них было слишком много денег до 15-й, покупали себе линзу до шарда. А потом этот шарт не могли купить еще минут 10. Но с медовым взявцом такого не будет, конечно. Прям капец приставучий на тусике. Просто до Тао на него редклик нажал и побежал. Все, отомстить такому наглядцам. Хорошая позиция. Можно с рейнджи молнии пораскидывать аккуратненько. Да, и отлично. Еще под тучку Рики, двух сапиков забрали. Вообще по кайфу. Правда, там капец на творце у Магнуса. Да и у Тимбера тоже все хорошо. Кстати, многие начали корм Магнуса пробовать снова. Гарпунчик вот этот новый. Он универсальный или у силовик? Универсальный. Хороший вопрос. Универсальный. Четыре белого дэмэджа за левел. Так, опять рефилит боттл. Драгонуэнс уже имеется. Каплю все-таки купил. Потому что очень часто спамят тусик. Почти ульта от кадошлось. Может быть получится здесь кого-то убить. С маной, конечно, беда. Без аркан играет и мана постоянно заканчивается. Приходится на базу часто бегать. О, крутой свап. Ну, такой файт, конечно. Убили мидера. Два сапика, правда, погибло. Ну, пойдет. Тавра миди еще. Упал. Жалко, залосхидеть не позволил на сэмке. Капец, он наглый. Просто посмотри, идет, редкликает на сэмке. Короче, не стесняется. Ну, ты получил по голове. Ой, как-то может сделать. Ты пауты резко ульта, но все-таки хочет. Но там уже фласка. А нульта фуриона. А нульта фуриона не попали. И у него еще мисс прокнул стычки. И фурион плохо пеньками был под, ну, блочил. Настолько везучий на СМК. Сначала мисс. Потом вырвался из-под пеньков. Потом ульта фуриона мимо. А еще и поверх этого фласка, выкопанная с лопатки. Прямо все совпало, чтобы СМК вышла, но по итогу мертвым. Ну, это выгодный размен. Рикки задавил, и Рикки Ча убили. Или на самом деле все не очень хорошо. Митт, он, конечно, развалил, но у него баратрум 06. Играет. Вингги тоже четвертая смерть. То есть вот на сайт-линях как-то не все так радужно. Вот там нетворс прям на магнусе хороший, 7000. На тимбире тоже шестерик. Посмотрим, кстати, какой билд на тимбире возьмет, будет ли аганим покупать. На средних рангах еще обычно чем дольше длится играть, тем хуже играет баратрум. Но на хай-рейтинге мы такое наблюдаем значительно реже. Вот это рейт-клик от магнуса. У него скорость и таки 200 с выключенным момом, еще и сабли поверх этого. Скину ультимейтед практически в начале файта. Раньше мы всегда очень хорошо смотрели. Раньше мы всегда очень хотели нахваливать ультимейтед в начале из-за меса, из-за пассивки. Потом из-за шарда. Сейчас чуть менее интересно выглядит. Ну да. Блин, как же круто, что Рикки все-таки перетянулся, и его очень сильно в этом файте не хватало. Еще и все фраги взял, схейтил на Рикки. Сейчас это супер выгодно. Получается, сейчас ультимейт Рикки так работает, что он получает дополнительный опыт за убийство. То есть 150, если он сам завосхитил фраг на первом уровне прокачки ульты. А если ассист дал, то 100 хп на всех левелах прокачки. То есть сейчас даже выгодно оставлять ему киллы. Что хорошо, что он завосхитил и магнуса, у которого топ-1 нетворс. И тусика, да, они двух коров убили, вообще офигенно. Опа, стащил Аркейн Руну, шикарно. Ну и минутка остается до шарда, как раз у него и по деньгам ровно хватает на шарт. Да, и все-таки дайгаманс будет фастовый. Я думал, какую-нибудь манту купит. Ну, манта звучит обязательно в этом билде. Очень, очень сильно фарму скорит. В принципе, там и подиспелить что-нибудь можно будет. Как-никак играет. Ну, очень сильно фарму скорит. Сейчас, что самое главное, дамедж будет гораздо больше. Так, и что, он плюсики уже начал качать? Ну, в один, наверное, надо болт взять. И дальше качать плюсы. А что, этот болт, он макшеный вообще не нужен. Максимум, там, телепорт какой-нибудь сбить. Вижен себе дать, там, ворды поискать. А вот плюсы для редклика, это выглядит обязательным. Так. Пытается тут СМ-ку подстелить, но не хватает, ринжи все-таки. Нормально, тут вышку пропушат. Рики лутает фраги, это очень, очень круто. Смотрите, у Рики экспы уже 12 уровня у него, благодаря всем этим фрагам. Это замечательно. Все, кстати, шардик летит. Атакс пид бы. Чуть-чуть скорость, он он ныренько, конечно, бьет. У него нейтралки нету, все, а вот как раз нейтралку еще будет. Первого тира. Там, кстати, же есть нейтралка тир на атакс пид. Новая в первом тире. Перчатка какая-то. Слушай, а сколько времени он жетон таскает? Он только что его принес. Да, что-то забыл завязать. Я помню, минут пять жетон носил. Ой-ой-ой. Видимо, придется умереть. Не получилось в этот раз и снова было выкатиться. Не пришли, не пошли. Там еще и Рубик ульту украл. И Фурион умрет, блин, неприятно. Продолжаем. После возрождения скипнули быстренько. Ну и, кстати, дела все хуже и хуже. У Бары уже 0,8. У Фуриона 0,3. Винга 2,6. Противников 5000 преимущества. Появляются трудности на карте. Ну и вот, кстати, шардик. Начинает он с ним качаться потихонечку. Второй уже жетон выбил. Второго тира. И, кстати, предпочел себе первый жетон оставить. Еще первую нитровку первого тира оставить. Эли Тринкет. А я даже не заметил, что именно ему выпало со второго. Или он просто решил, что... А, он, походу, дропнул. Даже не стал, да. Видимо, он даже не связал, просто дропнул для тиммейтов. Да, это, кстати, выгодно. Особенно на сапе. Но вам брейс, лук? Ну, лук, да, кстати. Оно порой выгодно кором своим оставить. Ну, керри. Первая позиция очень важна. Нитровку оставлять в первую очередь. Но так вообще, да, наверное. Гроубол попробовать выбить. Звучит... Обязательным. Блин, а че ж тиммейт это так фидят? Просто постоянно. У них трех героев вообще на карте нет. Тфурион из таверны в таверну. Бара. Венга тоже. Реки че только не подставляется. Аккуратненько бегает. Ну, из-за вся чуида. Очень древних хочется качать. Здесь древних вообще моментально выносят. С драгонлайнсом, с шардом. И даже хабани теряют процессы. Но на древних до этого фреон шил. Хотя, второй из-под древних он не трогал. Как тебе новый фреон, кстати? А че такое сено? Уродство какое-то. Но все равно киберкатлеты пикают его, что интересно. А все пикают? Угу. Вот я турик смотрел, не помню ни одного фреона. В матче с Дэй на фритрекере, кстати, на первом месте по участиям в киллах. Именно фреон. От Дахака, вроде как. От гладиатора, они в прошлом патче постоянно фреона пикали на фп. Вот я смотрел, как они в древних играли. Они, кстати, ее выиграли. Че-то ни одного фреона не вспомню, что вы брали. Так что, видимо, поняли, что герой убитый в хламину. Напомню, что больше ульт не увеличивает дэмэдж. Ну, не дает дэмэдж сурки, имею в виду. Теперь дэмэдж сурки дает телепорт, который катается 35 секунд на последнем уровне. Там получаешь 12 эффектов с талантом, 16 за каждый из эффектов. Дается 6 урона. После атаки один из эффектов теряешь, урон заменяется на броню. Так, есть пайк. Нажал от магнуса, но все равно кажется придется погибнуть. Она так и есть. Блин, что ж такое-то ей фурон тоже умер. А и Баратрум бежит. А Баратрум не отменяет. А че он не отменяет? Это, видимо, решил Рикки дать время Рубика зарезать, но они, мне кажется, запкинули. По-моему, да, это вообще того не стоило. Хотя не смотрю, Рикки. Нажал, блин, может, переживет это. И, блин, вообще, зачем? На ровном месте просто все команды отдались. Причем мне показалось, или когда Рикки прыгнул, Винга свапнула магнуса. Немного дайка яма на 20 секунд назад мы все равно на склейку идем. Так вот, подходит Винга. Рикки прыгает на Вингу. И Винга сразу же свапает к нему магнус. Хотел Рикки свапнуть. Ужаснейший файт. Пятером по итогу умерли за одного Рубика. Ну, и возвращаемся на момент возрождения. Вот и начались прям большие трудности. 10 тысяч преимущества уже оппонента. Придется камбэкать на физическом здесь все. 16 тысяч отворца умагаться. Ой, нельзя умирать. Но у него форстав. Форстав пика. Теперь вот с основы он... От снова он точно убежит. И, кстати, нормально за батью по итогу. Саймочку подрезали. Блин, ну хотя бы так, хотя бы так. Тоже, опять же, килл для Рикки. Это очень важно. Потому что он лутает экспу. Кстати, здесь все равно по экспе. Уже Рикки что догнал. Даже с этим мультимейтом Рикки... Отстал почему-то. Так, варен дальше фидит. 0,5. Баррич, что там уже? 0,12. Нормально. Новая урна, конечно, идеально работает. Когда вот такие игры играешь. На Баратруме. Сейчас за... Если у тебя 0 зарядов урне, и ты умираешь, то тебе дают один заряд халявный. Поощрительный приз такой. Мне, кстати, урна сейчас почаще стали брать. А погибнуть от героя нужно? Нет. Просто погибнуть. И так, кстати, не хочется умирать. Крутую пику нажал на Магнуса. Опять на базу, блин. Часто он на базу бегает. А тут какие-то вообще психи. Оппоненты постоянно идут. Уничтожать. И опять сапики погибают. Да. Че-то вообще... Просто отсутствуют игроки. Они вдвоем с реки играют, по ощущениям. А остальные фидят тиммейта. Постоянно. Так начиналось все хорошо идти. Прям застой какой-то происходит. Блин, и там, кажется, реки, да, подловили? Не, выжил. Кстати, он на реке взял себе гарпун фастовый. Дефуз плюс гарпун. А, я понял, походу, да. А что недобросовестный, недобросовестный человек на реке играет. Будет бак обузить. Кстати, этот бак пофиксили, но... Там, может, и теперь не продавать, а разбирать, и он будет работать. Нет, да. Но полную инструкцию давать не буду. Что тут можно сказать? Респект таким ребятам. Вышел патч. А, не баги обузят. На хай ммр. Копается в ботус эти тусик очень далеко зашел. Хочется его подрезать. Он на хг, что ли? Да, на хг, действительно. Блин, такая халява. Просто мидера на ровном месте убили. Ой-ой-ой, а тут... Что тут? Как тут Магнус оказался? Ну, как же круто он пикой пользуется. Второй раз просто. Жизнь ему спасает. На ровном месте. Идеальная позиция. Он просто на хг стоит. Райт кликает оппонентов. Постоянно эти молнии прокают. А враги к нему даже подобраться не могут. Благодаря пике третьим москвом. По поводу пике, кстати. Ты видел, как нча соло терзатель убивает? Да, я это и кидал тебе. Правда? Да. Да, это забавно, короче. Я без тебя просто видел. Да, в общем, есть такая фишка. Сейчас на нча берете пику, нажимаете пику на терзателя и делаете тп на базу. И все, ты с базы просто импетусы закидываешь этого терзателя и легчайший шардик для команды. Вижен на терзателе дается как раз вот этого вот классика. Можно и вражеского терзателя так зернуть. Какая-нибудь саппортящая козочка с фастовой пикой. Пропрыгала быстренько, захватила глаз. И все, противник без терзателя остался. Причем многие корни вывозят этого терзателя. Я играл на рейтскинге, мне приходилось разменивать с вультом терзателем и саппорт не хотели помогать. Муэрты тоже не справляются. Антимаги. Я видел. Начинают бить терзателя и благополучно делают блинкаут. Но снайпер великолепно выглядит все самонеры, кроме визажа. Потому что визажа птицы под 200 хп имеет. Но там не 200, но... Зачем птицы бессмертные только за счет щита. А щит против терзателя не работает. За счет точнее пассивки визажа. Атак лекан на гпл. Вообще моментально. В этом билде, кстати, очка и фоуэй талант на 15 уровне. 3 скорости передвижения после прыжочка. Тут потому что мувспид прям решает на таком дефсен. Но 3 секунды этот баф длится. А это на целый талант это не похоже. Ну не, нормально, нормально. Редкликать проще будет. И вот, кстати, есть манта. Будет гораздо быстрее фармить. Вот так вот манту просто можно скидывать, отправлять на линию. И все. Там будет шардовый скилл прокать. Но дэмэджа там меньше, конечно. Подожди, тебе серьезно нравится талант полдора виндлейса за 80 маны на 3 секунды? Ну конкретно в этом билде, вообще офигенно же, не? Как просто хотелось бы что-нибудь посерьезнее. Например, 30 смувспида навсегда. Не, ну, имеем, что имеем. Как говорится, Орикки умер, кстати. Ему, скорее всего, его сейчас закричали нажми ульц. Нази все, он нажал ульц. Никого не убил. Качается очень хорошо, герой. С этим шардом. Нитравка, кстати, еще кайфовая. Вампиризм заклинаниями. Дэмэдж. Да и рукой не вытачка 180, тоже нормально. Вот кайсэнж, кстати, как тебе вот кайсэнж. Честно, не ожидал, что купит. Я думал, бкбшка будет. Бкбшка орчит, бкбшка маншарит, что это такое? Ну, а здесь бкбшка не его мажет против валрус панча, против рпшки. По поводу терзателя, кстати, снайпер еще и алхимик очень хороши. Алхимик греенится быстрее, чем терзатель. Урона у него очень много. Ну и полхп, очевидно, больше, чем барьеру терзателя. Разжимаешь пкм. Ни о чем думать не нужно. Снайперу не ренжи. Стоит сам себе дает обзор. Шернелем. Хороший файл в топе намечается. Катейники далеко зашли. Узиаса, крутая позиция. Поправлю рпшку нажали, но как же хорошо на винге сейчас сыграл. Просто слапнул. Вот в этом моменте талант, кстати, зарешал немного. Тут мы спит. Кстати, по поводу сатаника. Мне как раз приснилось, что я сидел и считал сатаник, потом проснулся и пересчитал. Для героев-универсалов он дает столько же демэши, сколько раньше, скорее всего, для этого фиксанули. Что-то на героях-универсалах он не был слишком сильным. Но на лавкачах, на лавкачах, на лавкачах, на лавкачах, на янтовиках. Этот предмет, мы просто из игры удали. Чтобы айтем, который не дает стаду с резистого 25 урона. Чем даже не задумывался. Даже без реки смогли файт выиграть. Я прям из хорошей позиции хорошо настреливал. А-а-а! Подожди, магнус тоже этот бак, что ли, опустит? Рили? Ну, у него гарпун есть. Не, вроде магнус добросовестный человек. А это было в сторону к нему летит. Но у него так спец хороший и так. Так, реки уже забыли, да, реки забыли, за себе его. Испортил нам рекой на реке, конечно. Ну, он и без этого, по ощущениям, уже мог играть спокойно. Не, ну, как вот, не стрёмно за аккаунты. Таки на хаймомер такое делать. А 0 раз такой багаю с баннера. Не банили даже за этот. Когда помнишь, это демон Виверна. Ауд, я могли набивать себе 30 тысяч на творчество с нулевой. Это сколько угодно на творчество, в зависимости от того, как быстро ты умеешь разбирать вещи. Покупали базилку, прятали себя. Базилка дублировалась. Продавали, покупали базилку, потом переходили на тревела. И потом на второй минуте против тебя 6-ти слотовый герой выходит. Так, намечается файт. У них очень крутой вижен. А вот здесь все такой хороший вижен, он может зарешать драку. Потому что если ты будешь из позиции всех видеть, драться будет намного прочного. Да, вот у него идеально просто позиция. Ход с желтым вортом стоит, редкликает. На аккуратничок. Сейчас уже начал наглядеть. И все, раскатил по итогу. Не, нормально. Сейчас еще у него мундшарк випая. Редкликать будет еще бодрее. Красиво. Дальше плюсы раскачивает, как видите. Второе чисто в один. Дальше плюсы, кстати, обогнал Рикичча. Тимберя тоже почти догнал. На МК, кстати, гарпун особенно интересно выкатить. На принципе, СМК ассоциируется. Как и сабелька. Но тут еще варену обратно затягиваешь, пацанов. А, да, кстати, прикольно. На сварке часто покупают. Ну, по сути, вот на этих милишниках всяких. Я уверен, на какого-нибудь ранджевика гарпун войдет в мету, но я все не могу понять, на какого. Дальнее не может быть. У меня есть какая-то ассоциация с ранджевиком, которому нужны силы и ловкость, и который очень контактный. Ну, я не могу его вспомнить. Надо на список героев посмотреть очень внимательно. Вот, гарпун, конечно, мемный герой. Ой, предмет. Да, сварка чаще всего наверно покупает, как мне кажется. А вот на двадцатом, кстати, тут есть очень хороший под этот билд. плюс четыре процента к урону от текущего здоровья у арклайтинг. А как раз молнии с этого арклайтинга и вылетают, когда ты, ну, бьешь руки. На двадцатом прям сильный талант. Но вот на двадцать пятом жалко. Для редклик билда не сделали талант. Таланты не очень интересны на двадцать пятом для вот такого здесь вся. Что один, что другой. Теперь на двадцать пятом сто пятьдесят урона от ультимейта. Альтернативный болт в области. Ну, придется болт в области брать, наверное. Так. Капец, там сбрили Баратрума. Сим... 0.17 на Барыче играет. Капец, игра какая-то скрытопульная. 0.17 Баратрум. 12 смертей на венге, на фуреоне тоже 1.6. На реке вообще бака бузит. Как тут Карл оказался. Очень крутая позиция. Рекликает. Збил ультима и Семки. С муншардом прям хорошо летят тычки. Ай, красиво. Скази тоже очень круто выглядит. Вот чуть-чуть дата ему бы добавить. Угу. Скази, прикольно. И все, смотри, по Нетворсу уже обогнал тимбера. 22 тысячи. В какой-то момент он вообще недосягаемый стал. Вот это пика. Она капец как много сделала в игре. Слово об обтайме, кстати. Зевс. Тобственно Зевс с Филакторией играл. На Филактория выглядит самым дохлым айтемом. Даже хуже в трех диффазов. И гораздо хуже в трех диффазов. По моим ощущениям. Но может я ее еще не прочувствовал. Насколько я ее тестил. 2400 слишком дорого. Тем более собирается из вот этой диадемы. Кто еще хочет видеть в своем интере диадемов. По-моему никто. Мипо? Хотя ладно, да, наверное кто. Кстати, Мипо с цирклетками пятом уровне имеет пища здоровья. Братья, у меня пришел вчера на линию Мипо. Мне после этого больше не играл в тот день. Мипо сейчас прям часто начали брать. Вспомнили про героя с этим аганимом мемном. Ставец. Продолжение. И вот впервые впервые за долгое время вот они добавляют какой-то максимально такой клоунский аганим. Но он оказался очень хорошим. Постоянно покупают. Просто вспомните всякие вот эти когда они прикалывались там всякие тележки на кентавра добавляли вот эти мемы аганима. но это они никогда не играли. А сейчас вот прикольчик добавили и хотя бы юзабельно. Начинается драка. Зевса опять очень хорошая позиция можно по цемочке побить. Рядом еще и тимбр. Ой-ой-ой. Магнус залетел. Вообще Зевса не прибивает. Блин у него 3500 хп так-то если все это как понимать. А сейчас очень много хп всех. Ну да. но сейчас он интервеком остался. У меня опыт жаб было 7500 на 25 уровне в моей команде. На аксе я помню на 30 4000 я встретил. Хотя казалось бы все что поменяли это 2 единички хп к приросту от силы добавили. Так вот по поводу мипря. на огневной пабе прессим прииграл. На новой огневной пабе. И вот этот мегамип как раз контрит. Мегамип и от шейкера закроется. и виверна не так бояться будет. Хотя виверна все равно стремная с процентным дэмэджем. Значит максимально неприятно. витоку витоку надворцам всех перегнал блин обидно конечно что на реки испортил игру немного спокойно могли и без этого выиграть. А я не заметил ни одного файта в котором реки с багом сделал то чего не сделал без бага. Ну вообще да тут зевс со мном всех развалил. Там по-моему три файта было в которых реки вообще в таверне сидел и там просто зевс всех развалил. По поводу банов кстати не договорил. А помнишь был способ обузить очки боевого пропуска? Раньше типы были боевом пропуске и ты вместе с этим типом отдавал часть своих очков противнику. Ну и типы были неограниченные. Не 10 на неделю а сколько угодно потому что я отдавал. И вот когда у тебя при этом было ноличков до следующего уровня ты мог типнуть но ничего за это не потеряв и люди играли лобешники бесконечно один игрок за тип вол другого и потом наоборот и хакиваться такое баннера. А за то что тебе нашлось демони 6 слотов на первой минуте за такое не баннера. Ну бот упас все таки денег стоит а это прям тоже обуз нечестный там же из-за то что там квесты в лобе обузили тоже куча аккаунтов перебанили когда была такая тема зато никто не банил за покупку нескольких бандлов причем каждый раз когда выпускают бандлы есть какой-то баг чтобы можно было повезти неограниченное количество абсолютно всегда но в посоле мне было такого бага рыля все купил себе второй мушарц блин закуп конечно очень красивый и вообще невозможно по такому закупу догадаться что это зевс в этом патче возможно ну в этом патче возможно старых патчев ну вообще в последнюю очередь такого мужа голову прийти что кто-то на здесь все такой купит на мэр ты чуть-чуть похоже в игре тебе кбшка не нужна но это на мэр ты вместо роум и шар доедал искуда интереснее еще куда не шум об он файт начинается еще успеет пара клик с двумя мошардами такой билд конечно мемный не все килога юзер пособирал спокойно был играли без этого жалко даже чем даже никто в чат не стал писать про это а ты где он пытался сейчас украсть ремки шурики видимо не очень у них отношения не осознал но и всем огромное спасибо за просмотр если видео понравилось то обязательно ставьте лайки и мир вам спасибо